Вы слушаете Радио Болткома. Утро на Болткоме. Доброе утро еще раз, уважаемые радиослушатели. Как всегда в это время, в понедельник у нас на прямой связи эпидемиолог, представитель отдела вакцинации национальной службы здоровья Никита Троянский. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Ну вот сегодня выступал утром министр здоровья Даниил Павлицу сказал, что на коалиции сегодня тоже во второй половине дня будут обсуждены меры, как он это обозначил, социального дистанцирования. В принципе, вы об этом уже давно говорили, где он сказал, что, может быть, надо ограничить возможность собираться людям из разных домашних хозяйств. Вот почему это важно и имеет ли в этом смысл при таких темпах заражений, при том, что школы продолжают работать. Да, и мы знаем, чисто политически, министр образования сказала, что там чуть ли никогда не в жизнь рвала ли она на себя при этом рубашку, я не знаю, но кричала, что нет, школы мы не закроем. По крайней мере, такое политическое заявление, поэтому мы знаем, что уже во многих школах большинство классов сидят на карантине. Вот как бы это вы все прокомментировали? Ну, конечно, с одной стороны, понятно, что школы нужно закрывать в последнюю очередь, ну, согласно нашим европейским ценностям, потому что, ну, очевидно, детское образование – это приоритет. Но, с другой стороны, фактически школы все больше и больше натуральным путем уходят как бы в дистанционное обучение, потому что сейчас в школах зачастую я слышу из шести параллельных классов, например, в некоторых гимназиях только один работает, учится на месте. Поэтому, я думаю, этот вопрос решится самим собой, ну, и мы видим, что более 40% заражений сейчас все-таки среди детей школьного возраста. То есть школы сейчас играют гораздо большую роль в распространении инфекции, чем во время дельты. Во время дельты в октябре-ноябре, ну, до того, как школы закрыли, было очень мало случаев в школах. В таком случае, возвращаясь к утреннему заявлению господина Павлюца, если больше, ну, 40%, ну, считай, половина, округлим процентов заражений школьного возраста, то почему о социальном дистанцировании говорится в контексте работы взрослых? И какие ужесточения могут быть в этой связи? Ну, как бы давно уже призывали к тому, что у кого есть возможности, пожалуйста, уходим на удаленку. Есть ряд профессий, которые, в принципе, этого не могут себе позволить. Ну, там, я не знаю, транспортная схема, ну, кому-то надо сидеть и крутить баранку, руль просто, да? Почему так? Может быть, действительно, тогда просто заняться школами, там, где горячо? Ну, мы видим, что исторически во время этой пандемии самым эффективным нефармацевтическим ограничением было именно удаленная работа. Потому что, ну, во-первых, люди, которые рабочего возраста гораздо чаще попадают в больницу, ну, и, во-вторых, мы видим, что фактически в октябре, когда был введен локдаун, то количество мобильных данных на рабочих местах, есть возможность посмотреть, где люди больше пользуются телефоном на рабочих местах, значительно сократилось, а школы при этом были открыты, и, несмотря на это, заболеваемость упала и госпитализация упала. То есть мы понимаем, что дети все-таки уже назаражались, сейчас они заражают своих родителей, родители заразят друг друга, и через неделю, пару недель это все перейдет, к сожалению, в популяцию уже более взрослых людей, которые, ну, сеньоров, так называемых, и которые в итоге могут попасть в больницу. Поэтому есть логика в том, что говорят министры, но что интересно, на самом деле, в нормативных актах уже с октября написано, что надо работать удаленно, если вы это себе можете позволить, да, если у вас такой принцип работы. Но мы знаем, что после 15 ноября, как закончился локдаун, все ринулись работать на месте, и поэтому это пример, где, ну, закон не особо регулирует то, что происходит на самом деле. Ну, а на самом деле происходит то, что, например, в офисах нужно просто платить аренду за эти офисы, и если они пустуют, то деньги, в общем-то, выходят, ну, пар, просто выбрасываются. Там никто не работает, тем не менее аренды никто не отменял, а часть, в общем-то, денег расходуется впустую. Есть своя логика и в этом. Не-не, ну, разумеется, но тут же не идет речь о том, что парикмахерские перейдут на удаленную работу, это невозможно. Здесь больше говорится об офисах IT-инженеров, например, да, то есть они-то могут работать удаленно, и почти весь госсектор тоже может работать удаленно. Рассматриваются ли какие-то меры в плане ужесточения, может быть, как наказывать за то, если везде прописано, в случае подобной ситуации нужно уходить на удаленку, тот, кто не ушел на удаленку, на тебе, пожалуйста, штраф. О подобных мерах ведется обсуждение? Я не знаю, я не думаю, что ведется обсуждение именно о том, как санкционировать, но наше государство в ходе этой пандемии все-таки относительно лояльно к этому всему относилось. В Эстонии количество выписанных штрафов было выше, насколько я читал осенью статистику за Эстонию. Но то, что наше государство не совсем понимает, что контроль любых ограничений гораздо более эффективен, если штрафы людям, условно, выписывают чаще, но они меньше. Условно, ну, не хочется, конечно, кого-то обанкротить за то, что человек не одел маску. Но если штрафовать на 10 евро, но зато делать это периодически, то люди начнут маску носить как положено. Об этом говорит весь, ну, так называемая теория поведенческой экономики. Не нужно строго наказывать. Нужно наказывать просто часто, но не строго. Да. Ну вот, все-таки, возвращаясь к омикрону, нет такого у вас представления, что, ну, по крайней мере, не знаю, политики, может быть, отчасти эксперты, это не ваш адрес камушек, все-таки еще пытается действовать алгоритмами дельты, не понимая, что у омикрона есть, так сказать, свои особенности, а мы вот эти инструменты уже освоили, и мы действуем как бы вот алгоритмами дельты. Не совсем. Я думаю, что, на самом деле, очень яркий алгоритм омикрона сейчас в действии, потому что у нас как никогда много случаев. Все прекрасно понимают, что случаи обычно транслируются в госпитализации через 10-14 дней. И у нас госпитализации сейчас приближаются к отметке 800. На вчерашний день было 711 госпитализаций. То есть мы близки к той ситуации, в которой в свое время в октябре ввели очень строгие ограничения. Я думаю, что многие надеются, что омикрон не превратится вот в волну госпитализации. И на самом деле на то есть определенные причины так думать. Я с ними не согласен. Вот яркий пример — это Словения. И я до сих пор не разобрался в их кейсе, потому что у них при населении приблизительно в 2 миллиона неделю назад зафиксировали 12 тысяч случаев, 5 дней назад. То есть это очень много. Это как если бы в Латвии было 10 тысяч. Но при этом у них госпитализации на самом деле не растут уже 3 недели. И дай бог, дай бог, что в Латвии это повторится. Но я думаю, мы скорее пойдем по примеру США, где омикрон, при том, что все-таки мягкий, но превьюл очень большой волне госпитализации, к сожалению. Ну, там нужно, видите, еще смотреть, конечно, мне кажется, что я согласен с теми, кто говорит при всем при том, что вы сказали правильно, как будет сейчас, наверное, для больниц проблем изоляции. Потому что мы видим, что, по крайней мере, четверть утра, все время эти цифры могут меняться, но общий смысл, четверть госпитализированы, ну, условно говоря, с другим основным диагнозом. Не знаю, инсульт, инфаркт, делают тест, выясняется, что еще есть и омикрон. И здесь, наверное, важно вовремя изолировать, чтобы потом все больницы не оказались вот под этим омикроном. И люди, которые прибыли в больницу с другим диагнозом, к ним еще приснился ковид при всем при том. По-моему, вот это вот тоже большая проблема проблем. Разумеется, но еще тут нужно научиться отличать, я думаю, в Латвии мы это еще не умеем статистически проанализировать, сколько из тех людей, у которых ковид – это не основной диагноз, не попали бы в больницу, если бы не были заражены ковидом. То есть в каких случаях ковид обострил это хроническое какое-то заболевание, а в каких случаях это просто перелом ноги, условно, который к ковиду не имеет отношения. Да, вы правы. Никита, мы получили вопрос в чате на Фейсбуке. Скажите, пожалуйста, а закрытие границ, например, на время не может ли помочь остановить у нас заражение? Закрытие границ всегда плюс-минус эффективное решение в самом начале инвазии, то есть когда вирус еще не вторгся. Сейчас у нас очень выраженная местная циркуляция омикрона, поэтому закрывать границы нет смысла. Но и не факт, что это помогло бы. Я думаю, это может на неделю отдалить неизбежное, но никогда закрытие границ, ну за исключением такого милитарного закрытия границ, как в Китае или в Австралии, не будет успешным средством защиты. Вот еще вопрос, который очень часто сейчас возникает. Мы видим, что лаборатории перегружены, мы понимаем, почему они перегружены, может, в связи с этим, возвращаясь к тому, что я сказал, что мы пытаемся использовать те инструменты, которые были при Дельте, мы видим, какое сейчас заражение, мы понимаем, что она будет расти, будет 6 тысяч, 7, может быть, и 8, и больше, как и в Словении, 12, не дай бог, но это очевидный факт. Может быть, действительно нужно пересмотреть вот этот алгоритм бесконечного тестирования, тем более, что когда уже сейчас в лаборатории, вчера мне сказали, ну через неделю будет ответ. Понятно, что он сегодня сдал, вышел на улицу, он уже зародился омикроном, а через неделю ему сказали, что он здоров, условно говоря. То есть это все превращается уже в какую-то бессмысленную фикцию. Да, я знаю, что в Министерстве здоровья сейчас ведутся активные работы, чтобы объяснить обществу вообще, как поступать. Условно, если вы контактная персона и у вас симптомы, то надо идти на тест или нет? Нет, я считаю, что, конечно, не нужно сейчас лишний раз нагружать систему. Ну, если хотите, можете купить сам тест за 5 евро, что, конечно, деньги, но тогда, может, кто-то, кому на самом деле нужен этот ПЦР-тест, его получит. То есть, в принципе, надо чуть-чуть поменять вот эту стратегию и тактику, да? Да, я думаю, она однозначно будет поменена в ближайшие дни. Да, вы уже сказали, вот эту озвучили и позицию по школам, но, может, все-таки надо пересмотреть хотя бы частичные, там, не знаю, старшеклассников отправить на, потому что вот на это удаленное обучение. Я почему-то говорил, вот сегодня, опять-таки, было выступление Павликса, где он опять призвал всех, кто может, работать удаленно. Но у меня создается ощущение, что все-таки, ну, те, кто могут, большинство, конечно, у нас нет такого социологического опроса, большинство работает удаленно. Ну, если, я извиняюсь, компьютерщик может работать удаленно, он работает. Чиновник, у нас уже два года работает удаленно, многие из них, по крайней мере. Чаще всего неудаленно работают те, у кого специфика работы соответствующая, но автомеханик, вряд ли, сможет пока удаленно работать. И второе, может быть, те, ну, мы же понимаем в реальности, где мы живем, да, у них условия домашние не позволяют, там, не знаю, там, двухкомнатная квартира, двое детей на голове, простите, ну, не могут они работать удаленно. Ну, данные говорят об обратном, Абик, что все-таки люди, которые могут работать удаленно, не работают удаленно, потому что Google предоставляет такую услугу всем странам уже с начала пандемии, что мы можем смотреть, как часто мобильные телефоны были использованы в разных типах мест, например, в магазинах, в парках и на рабочих местах. И мы видим, что за неделю, с 15 ноября, все вернулось на уровень сентября, да, когда не было такой рекомендации работать удаленно. То есть не работают люди удаленно. Ну, может быть, ситуация изменится с 15 февраля, потом дальше каждый день, когда количество людей, у которых действующие QR-коды будут сокращаться, да, так сказать, и магазины банкротятся. Но это уже следующий этап, как говорится. А потом, в принципе, все это закроется. Никита, а завтрашнего дня обязательно ношение вот этих вот масок FFP2. Насколько, на ваш взгляд, это мера действенная? Особенно сейчас, когда уже, в принципе, апогей заболеваемости. Опять же, чуть позже, чем нужно было, мера вводится. Насколько я понимаю, рекомендации Министерства здоровья, это не только FFP2, но и медицинские маски, обычные хирургические маски. И, ну, мера действенная, особенно если люди будут ходить в респираторах, потому что мы знаем, что, ну, во-первых, респираторы не нужно менять раз в два часа, что это хорошо, можно и неделю, в принципе, ходить, но есть определенные методы, какие-то, можно тряпочкой со спиртом протирать, и тогда вы будете убивать те бактерии, которые, может, сами нанесли, ну, и мы видим на основании исследований, где напротив друг друга ставили двух манекенов, которые выдыхали аэрозоль, который похож на вирусный аэрозоль. И на один манекен надевали, например, респиратор, и на другой медицинскую маску. И видно, что человек с респиратором вдыхал лишь 5% от того объема аэрозоля, который вдыхал манекен без респиратора. То есть это эффективное средство. Ну, а что касается, извините за интимные подробности, собственных выхлопов, ну, ты дышишь тем, чем выдыхаешь. Тоже, в общем-то, здоровье, мне кажется, не укрепляет. Это точно не укрепляет здоровье, но в данной ситуации, как обычно, нужно взвешивать риски и преимущества. О каком здоровье в условиях, когда мы уже два года живем в пандемии, можно и вести речь? Тем более, что сейчас, я так понимаю, ученые озабочены следующей проблемой, и мы не знаем, как долго это последствия ковида будут. Вот человек переболел, и вроде бы ему кажется, что он выздоровел, а какие будут отдаленные последствия, мы еще не знаем до конца. Меня это больше всего и заставляет переживать в этой пандемии, что мы как-то сфокусируемся на госпитализациях. Конечно, самое трагичное последствие ковида – это смерть, но вот мы видим, что там у нас сейчас по три тысячи детей в день заражаются. И мы до конца не знаем, сколько из них потом будут страдать полгода или год даже от таких, казалось бы, негубительных симптомов, но все равно серьезных, как потери запаха и вкуса. Даже серьезно, когда, допустим, 300 из этих трех тысяч детей потом будут чувствовать месяцами последствия. Но это абсолютно игнорируется в нашей латвийской реальности. Никита, еще один вопрос из интернета. А ваше мнение, почему одни заражаются по нескольку раз и болеют, причем будучи вакцинированными, а другие не заболевают, хоть даже контактируют с больными? Я думаю, что сейчас уже во время микрона это все реже и реже. Первые вирусы, вот Альфа или Вуханский штамм, на самом деле были такие, что некоторые люди просто вот не заражались, а отчасти это связано с натуральным иммунитетом и количеством таких неспецифических антител, которые у этих людей в носовой полости находятся и нейтрализуют любой попавший вирус. А отчасти это даже архитектура носа, как мы видим, по некоторым исследованиям влияет. Но сейчас с микроном это уже редко. Обычно сейчас, если вы были зараженным длительно, то вы заразитесь, к сожалению. Да, это вы помните потом, только уже ученые спустя столько веков установили, что некоторые не заболевали холерой, у них была повышенная кислотность, никто не мог понять, почему они не заболевают. Видимо, есть какие-то специфические особенности, очень небольшой группы населения, которые до микрона, по крайней мере, не заболевали, да, вот почему-то. Конечно, есть и найдены определенные генетические мотивы, которые предрасполагают к тяжелому заболеванию. Тут вакцинируйся, не вакцинируйся, но у тебя такой тип-то клеток в теле, что он просто плохо справляется с коронавирусом. А как вы относитесь к этим многочисленным жалобам на последствия от вакцинации? То, что я недавно буквально... Буквально вчера, да, где-то мне попался... Вот и, по крайней мере, в вакцине говорят, что да, уже будет снижение... Как же это было названо? Эффект ноу-цебо. Ну, то есть человек, который вакцинирован, ну, ему кажется, что ему стало хуже, хотя на самом деле ему не становится хуже. Ну, это обратное плацебо, когда ему ничего не ввели, а, о, да, ему хорошо. А, это и сразу две проблемы решили затронуть, да, в одном вопросе, я понял. То есть это случается в случае, если человек как бы вакцинированный заражается? Как вы относитесь к вот этой волне общественного мнения? Ну, то есть часть антиваксеров приводит в пример кучу тьму своих знакомых, которые, смотри, вот вакцина была, стала только хуже. Стала хуже и перечисляется. Вот этим стало хуже, вот этим вот это вот это вот это. Ну, чисто психологический симптом ты имеешь в виду, да, что им кажется, что... Хочу попросить объяснение вот этих вот таких псевдонаблюдений о том, что становится хуже после вакцинации. Может ли это соответствовать действительности, или это действительно какая-то психологическая штука и особенности восприятия? Ну, то, что у одного человека будет много знакомых, у которых были какие-то серьёзные последствия, после вакцинации очень маловероятно. Потому что известно, что, да, после вакцины в очень редких случаях могут быть серьёзные побочные реакции, но это большая редкость. На всю Латвию таких случаев может быть 30 человек будет, да. Ну, и вот, надеюсь, сейчас идёт законопроект о том, что им будут компенсировать эти последствия. Но вы понимаете, помните, у нас в ноябре был день, когда у нас 77 человек умерло. Большинство из них, точно больше 30, были невакцинированы. То есть, ну, поэтому я думаю, что люди просто находят какие-то параллели, но никак их не доказывают. У меня тоже родственник, к сожалению, попал в больницу с инсультом, но при этом мы как раз хотели сделать ему бустерную вакцину за день до этого, но отменили, потому что чувствовался человек себя плохо, и на следующий день инсульт. То есть, понятное дело, что если бы мы сделали этот бустер, то логика человека, несомненно, привела бы, соединила бы эти две точки. Вот результат, да. Прекрасно. А Никита Троянский был с нами, как обычно, по понедельникам в это время. Огромное спасибо за новую информацию. Хорошей недели, крепкого здоровья, услышимся. Мы с Абиком прерываемся, после чего продолжим тоже около медицинскую, около ковидную тематику, но уже касаемо конкретно детей. Радио Болтком